МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА До двух лет лишения свободы грозит полицейскому, избившему своих подчиненных. Расследование уголовного дела завершено, сообщили следователи индустриального района и здания в Курсеру. Предъявлено обвинение по статье нанесения побоев из хулиганских побуждений. Рингом для заместителя начальника районного отдела полиции стал служебный кабинет. Камера видеонаблюдения запечатлела, как мужчина наносит удары и душит одного из сослуживцев, затем бросается на другого. Урезонить буйного начальника сотрудникам правопорядка удалось лишь сообща. Инцидент произошел в конце марта этого года. Была проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Жители улицы Левченко обратились в надзорные органы с жалобой на неудовлетворительное состояние дорожной сети. Проверка подтвердила, в жилом секторе грубо нарушаются правила безопасности дорожного движения. Необходимо строительство пешеходных тротуаров и реконструкция дорожного полотна. Тему продолжит Елена Иговцева. Пешеходам хода нет. На участке улицы Левченко от рамвайных путей на Карпинского до улицы Спартаковской полностью отсутствуют тротуары. Люди вынуждены ходить прямо по проезжей части. А когда навстречу движется автомобиль, им приходится уходить с обочины дороги в грязь. Приходится с ребенком ходить по проезжей части. Автомобили идут навстречу. И вот тут вот самый опасный участок и грязный очень. И нам бы хотелось, чтобы тут организовали тротуар. Сделали там, видите, объезд сюда. И невозможно пройти. Вот сейчас иду с детьми. Невозможно пройти. Ни по дороге, ни тут. И тротуара нет, и дороги очень плохие здесь. Движения вообще туда и сюда невозможно пройти. Тротуары отсутствуют много лет. И это несмотря на то, что здесь расположена школа и многоэтажные жилые дома. Людям надоело ежедневно петлять между движущимся автотранспортом. И они обратились за помощью в прокуратуру индустриального района. В заявлении описали все свои беды. Нечетная и нечетная сторона. Дороги отсутствует. Какой-либо тротуар. При этом достаточно плотное движение. Как следует из заявления, неоднократно обращались в муниципалитет, то есть в администрацию района и города. И мер никаких не принималось. Прокурорская проверка выявила грубое нарушение. Про благоустройство и говорить нечего. Кругом яма на яме. Пришлось подключать суд. Было направлено исковое заявление в суд. Об обязании администрации города Перми оборудовать этот участок дороги пешеходным тротуаром. В настоящее время исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме Ленинским районным судом. Суд назначил срок, в течение которого власти обязаны привести дорогу в порядок 30 июня 2016 года. Если к этому времени перемен к лучшему не произойдет, прокуратура прибегнет к помощи судебных приставов. Елена Иговцева, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей. Властям Чайковского муниципального района понадобилась Toyota Camry комплектации «Люкс» или ее аналог. Извещение о проведении аукциона опубликовано на сайте госзакупок. Начальная стоимость – 1 миллион 800 тысяч рублей. За эту сумму районные чиновники желают приобрести пятиместный серебристый седан не ранее 2015 года выпуска. В числе технических особенностей оговаривается наличие шумоизолирующих ветровых стекол, климат-контроль, ионизатор воздуха, кожаная обивка салона и отделка под дерево. Аудиосистема премиум-класса с 10 динамиками, бортовой компьютер, подсветка в зоне ног водителя и переднего пассажира, подогрев передних и задних сидений, интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя. Отметим, что приобрести иномарку администрация района планирует в рамках программы совершенствования муниципального управления Чайковского района. Торги назначены на 20 июля. Деньги налево шагом марш. По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств военного комиссариата края. Подозреваемые – должностные лица компании «Артес». Его директор с 2012 года предоставлял в районные комиссариаты фальсифицированные документы, согласно которым сотрудники организации якобы выполняли работы по призыву. Комиссариат же компенсировал затраты на их зарплату. В действительности персонал фирмы в комиссариатах не находился и никаких функций не выполнял. Таким образом, «Артес» незаконно получил 12 миллионов 700 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Причастны ли к этой афере должностные лица самих военкоматов, установит следствие. Рывок в фармакологии или чудо – нанооболочка. Студенты физики Пермского университета участвуют в создании инновационного продукта для мировой фармацевтической отрасли. Оболочка из углерода, полученная в лабораторных условиях, призвана улучшить качество доставки лекарств до конкретного органа, а еще нейтрализовать последствия химиотерапии. Репортаж Евгения Караксиной. Это есть нанооболочка, это никакая не фантастика, которая будет сделана, это уже готовый экземпляр, который мы исследуем. Мы исследуем магнитные свойства. В лаборатории кафедры физики твердых тел Пермского университета идет разработка нового продукта, который должен произвести прорыв в области фармакологии, уверяют сотрудники. В будущем изобретение поможет значительно снизить негативное воздействие лекарств на организм человека. Эксперименты по взаимодействию нанооболочки из углерода с другими соединениями ведут наши научные работники и их американские коллеги. Сама методика достаточно новая. Есть всего год, когда открыли эту возможность создания этих нанооболочек с помощью нашего катализатора. Это произошло не так давно, но абсолютно случайно, когда на микроскопе увидели, что образуются оболочки из углерода и решили попробовать. А вдруг с этим катализатором получится что-то интересное. Получилось действительно интересно. Оказалось, что наночастицами можно управлять с помощью обычного магнита. То есть эта углеродная оболочка вполне может стать своеобразным контейнером, вмещать в себя другие вещества, которые впоследствии будут доставляться в нужный орган. В перспективе разработка, которая сейчас находится в этой пробирке, позволит вылечить какой-либо орган без ущерба всему организму. Схема такова. Нанооболочка вместе с лекарственным препаратом поступает внутрь человека и с помощью такого магнита проводится к определенному органу, который и требует лечения. Подробному изучению физических свойств нанооболочек молодые экспериментаторы готовы посвятить годы. Ведь в случае успешных результатов, по мнению ученых, появятся новые медикаменты, которые будут использованы для лечения рака и других тяжелых заболеваний. Евгения Караксина, Михаил Осидоров, Телевизионная служба новостей. В этом году, похоже, будет неплохой урожай картошки. Надеяться на это позволяет практически полное исчезновение с прикамских полей и огородов колорадского жука. Куда делась вредоносная насекомая, которая в народе прозвали картофельной холерой, выясняла Екатерина Леонова. Своё название жук получил в 1859 году, когда опустошил картофельные поля в штате Колорадо. Но его настоящей родиной является Мексика. А в начале 20 века колорадский жук на импортированных клубнях картофеля переселился в Западную Европу. На территории СССР жук появился уже после войны. С тех пор садоводокородники ведут неравную борьбу с этими паразитами. Виталий Иванович пробовал травить жука разными способами. Применял муку, сажу, квас. Но всё было тщетно. Чтобы картофель уродился, приходилось часами проводить на грядках, собирая насекомых вручную. Ходишь, собираешь, они лишь это грызут, успеваешь их, собираешь в баночку. Обычно самыми урожайными на колорадского жука месяцами были как раз июнь-юль. Но в этом году Виталий Иванович ни жука, ни его личинок на картофельной ботве не находил. Здесь ничего нету на листочках. Спрятались, не видно. Погода, видимо, такая. И так во многих территориях края причина повсеместного исчезновения жука действительно погода, подтверждают биологи. В Прикамье впервые за много лет колорадский жук вымерз. Это насекомое, привыкшее к субтропическому климату, на зиму уходит на полтора-два метра в почву. В прошлом году холода наступили раньше обычного. И жук просто не успел углубиться на безопасное расстояние от поверхности. Если он замерзает, он уже не оттаивает. Ну, вернее, оттаивает, конечно, но он не выживает. Но это не значит, что колорадский жук исчез из перми навсегда. Это насекомое быстро восполняет популяцию и, по прогнозам специалистов, уже на будущий год вновь появится на картофельных полях. Он очень хорошо мигрирует. Они по литературе до 200-300 километров в год перемещаются. Ну и в более южных регионах они ведь выжили. Элементарно за счет более южных районов они вполне могут свою численность поправить. Подобное вымерзание колорадских жуков было зарегистрировано в Прикамье 30 лет назад. Тогда временный сподчисленности сменился резким ростом. Екатерина Леонова, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей. От архаичной этники до технологичной электроники. Множество разных музыкальных коллективов вскоре прибудут в Перми, чтобы поучаствовать в фестивале Камва. В этом году международного форума юбилей 10 лет. По этому случаю организаторы решили провести его с большим размахом. В течение трех дней с 7 по 9 августа недалеко от этнографического музея Хохловка развернется эко-лагерь. Там будут жить участники фестиваля. Основная же концертная программа пройдет на территории музея. Концерты дадут Коми-Пермятские, Татарские, Марийские, Удмуртские коллективы. Прибудут на фестиваль гости из Болгарии, Белоруссии и Эстонии. Многие из них давние партнеры фестиваля. Мы просто обязаны были привезти всех тех людей, которых мы считаем адептами, благодаря которым Камва произошла. Ну прям есть коллективы и исполнители, которые целыми вехами являются для нас. Камва – это для нас очень такая сложная, знаковая, смысловая история жизни, наверное, в целом. Жизни в Перми, жизни в культурном пространстве пермском, да и, наверное, вообще в российском пространстве. Загадки древнего святилища больше столетия назад в районе Перми начались раскопки гляденовского костища, материалы которого до сих пор привлекают внимание многих ученых. Археологические раскопки на культовом месте организовал пермский исследователь Николай Новокрещеных. О нем и его уникальных находках расскажут на выставке к 125-летию Краеведческого музея. Слово Юлии Зыковой. Костяные и железные наконечники стрел, фрагменты, ножи, бусы – этим артефактам больше двух тысяч лет. Они были найдены на Гляденовской горе, культовом месте древних жителей Прикамья. Это фотографии первых масштабных археологических раскопок, которые начались здесь в 90-е годы 19 века. Их на собственные средства организовал ученый и краевед Николай Новокрещеных. Именно тогда в научный оборот вошло понятие – гляденовское костище. Каждый предмет здесь имеет особое значение. Если вещь находится на святилище, значит она, безусловно, связана с ритуалом. Святилище – это комплекс, который свидетельствует о том, что в это время у древних жителей Прикамья были уже очень сложные религиозные и мировоззренческие представления. Эти бронзовые фигурки животных и птиц – символы небесного и подземного миров, а также предшественники знаменитого пермского звериного стиля. А это изображения мужчин и женщин периода раннего Железного века. Как говорит Надежда Кулябина, в могильниках археологи не обнаружили ни воинского снаряжения, ни женских украшений. Зато подобных предметов множество на месте гляденовского костища. Например, стеклянные бусы золотистого цвета. Все они привозные. Наши предки такие вещи делать в то время не умели. Технология была сложной. Сначала изготавливалась небольшая бусинка-основа. На нее накладывалась золотая фольга, очень тонкий слой фольги. И сверху снова покрывалась стеклом. Вот такая технология изготовления бус была впервые применена в Древнем Египте. То есть к нам сюда, в Прикаме, они попадали, скорее всего, из стран Ближнего Востока. Причем попадали в огромных количествах. Еще одна загадка Древнего святилища – вот эти находки. Это миниатюрные копии топоров. Рядом крошечные мотыги. Как поясняют ученые, эти предметы были созданы специально. Их приносили в жертву духом. Но оригиналов этих орудий труда в обычном масштабе на месте поселений археологи так и не нашли. О тайнах древних артефактов в Пермском Краевеческом вскоре расскажут на выставке, которую готовят к 125-летию музея. Юлия Зыкова, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.